Дуэль взглядов Кирилл, вот у вас будет бой с Фабио Мальдонадо, всем известно, что с Фабио бился Федор, это был крайне эмоциональный поединок, вы участвуете в том же турнире, понятное дело, что вы были в зале, вот вспомните вообще с какими эмоциями вы смотрели тот бой? Знаете, эти эмоции, наверное, все-таки их не передать, потому что это было как боязнь, наверное, за Федорой, и где-то в каких-то моментах и радость, когда доминация приходила в сторону Федора, понимаете, бой был очень сильно волнительный и валидольный, так вы знаете, можно назвать, поэтому, знаете, в этом бою был перевес в одну-то в другую сторону, там были моменты, поэтому, и на самом деле очень был интересный, зрелищный бой. Вот что было после боя, поединок кончился, я думаю, что вы, наверное, все пошли в раздевалку, там наверняка было немало народу, что Федор тогда говорил? Я не помню, но Федор сказал, типа, ну так вот нельзя, я не помню, что такое он сказал, бои нельзя проводить или что-то такое, я не помню, но он просто так, знаете, с усмешкой это сказал, потому что он был тогда так сильно побит, так у него лицо немножко хорошо, сильно это, и он вот так, знаете, с шуткой, смехом, когда так опрокинул такую фразу, ну мы посмеялись, как бы, все хорошо. Также он задобавил, что он понимал, что вы выбирали в себя команду тогда, и как бы мы выиграли, и он говорит, я понимал, что мне ни в коем случае нельзя никак проигрывать, и это он показал. Вот когда были опасные моменты, так их назовем, в первом раунде, у вас не было желания там глаза отвести, только бы там вот это вот, там, не смотреть с этим словом. Наверное, не было ни желания, наверное, я так и делал, все-таки это было, какие-то страшные моменты, которые, блин, хоть бы это все закончилось, закрыл глаза, отвернулся, смотришь, все нормально, слава богу. А вот просто хотелось уточнить еще про бой Федора с Мальдонадо, поскольку у вас сейчас совпадают соперники, а пересматривали ли вы этот бой, просто, грубо говоря, вот, чтобы подготовиться? То есть не вы, что это бой Федора, да? Знаете, я стараюсь все-таки меньше смотреть, чтобы не забивать себе голову. У меня есть тренера, который сказал, там, Сергей Старкович, посмотрите, и полностью бои, он посмотрел в районе 11 боев, он составил, то есть, там, определенный план, он понял, как работать, когда надо, и мы над этим все подготовку и работали. За сутки для боя с Мальдонадо, насколько вы сами понимаете, что у него довольно жесткие руки, он выглядит так, вроде бы, неуваленственно, но он неплохо и крепко боксирует. Это, понятно, дело, все-таки он изначально боксер, и у него опыт все-таки в МММ тоже большой. Я, знаете, у меня нет такого, что я вот, полос, недооценка, я понимаю, что это опасный панчер, который может пробить, попасть, и здесь полностью с холодной головой подхожу. А вот еще, если про тот бой, последнее, наверное, от меня изучение, а просто как человек страны, а вы успели заметить, что действительно Хабиб прибежал тогда в угол футбол? Да, 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 да. То есть обратили на это, понимаешь? Да, да, да. А после боя он, кстати, не приходил там? Вот этого я не знаю, знаете, после боя Федора сразу увели, он же там то интервью, то все, мы уже, мы не сразу увиделись, понимаете, там, к Федору было тяжело подойти, там, вы сами понимаете, какой там был турнир, масштаб и все остальное. Потом уже, когда в раздевалке, уже там, когда уже все успокоено, то в раздевалке не было спокойно, там, большое количество людей и толком пообщаться или нет. А потом, когда пришли в номер, уже когда уже поздно, уже там немножко получилось пообщаться. Чуть собьемся от хронологии. А вы говорили, что вы ушли с каратэ в детстве, потому что там тренер чуть жестко наказывал и так немножко перебарщивал. Я вот сам с вами одного года, я тоже ходил на каратэ в 97-м, в 98-м, у нас били короткой палочкой по ногам, а вот что у вас было? Ну, типа тоже палка, такой называется такой, как бокинг, как меч, то есть, и он, так знаете, немножко не жестковато, то есть, там ногу поставил чуть там, не под 45, там, чуть больше, он там, ну, получалось, ну, блин, это, знаете, когда ты пришел ребенком совсем заниматься, и там, первый, второй класс, и тебе сразу, то есть, там, не то, что... Дети у нас сейчас какие ходят, хотят где-то и пообщаться, ну, это нормальное явление, это все-таки ребенок, а там все, знаете, там, на всего было 5 человек в зале, и ты, он на то с собой ходит, и такая, знаете, гробовая тишина, чтобы была, и не до бог, кто там пошевелился, немножко это, я считаю, это неправильный подход к детям со стороны преподавателя. А при условии, что Старая школа не очень большой город, а вы сейчас видите этого тренера, то есть, он как-то давно не видел, как-то видел, да, и даже... Ну, он, понимаете, он фанатик, мне, по мне, так кажется, он фанат именно карате, и по сей день, по-моему, он занимается в таких вот... Ну, поэтому у него не было особо сильных таких воспитанников, потому что он все-таки сам фанател от этого. А просто еще хотелось сверить ощущение, а нет такого, что это даже больше эмоционально тебе не нравится, что я какой-то мужик бьет палкой, то есть, не столько физически больно, насколько ты просто, там, будучи ребенком... И это тоже, конечно, это тоже эмоционально и физически все-таки, говорит, ты еще ребенок, а здесь просто какой-то дядя, которому ты вроде, так будто тренер, и я просто, знаете, у меня другая ассоциация, там, с моим тренером, Вони Михайловичем. Ты тоже, там, ругал, да, нас, но это было совершенно по-другому, это было, как сказать, по-отцовски, наверное, по-доброму, по-душевному, а здесь ты пришел, у тебя какой-то тиран, наверное. И это, конечно, там я на 2-3 тренировки сходил, и у меня желание полностью отпало. И я вот, когда я перечитывал интервью, когда я готовился к этому, я чуть не понял, а у вас, получается, была прям пауза, да, без спорта, когда вы ничем не занимались, вот, там, 13-14 лет? Не 13, это раньше, вот, первый класс, второй класс, я пошел, попробовал карате, не понравилось, я, там, два года, наверное, получился просто в школе, ничем занимался, и вот в пятом классе я уже ушел на зидо. И когда я был в школе, мне объясняли, что Федор жил прямо вот в этом же доме, где и был... Да, где и был, да, Деневский. А он, как бы, вот вы его там, прям с первой тренировки узнали, что вот-то известный староскольский спортсмен, он здесь живет, или чуть позже уже стал? Нет, знаете, он начали... Мало было, знаете, в то время мы жили, не было ни интернетов, ничего такого, нам стали показывать Федора, это кассеты, то есть у нас вот в этом зале, где Федор тренировался, у нас на втором этаже была такая, как бы, смотровая, то есть там были разные праздники, Новый год проводили, и для детей, и там стоял телевизор с кассетами, и вот мы-то помним, нас закрывали, не закрывали, просто звали, включали кассеты, вот эти видики, и показывали Федора Баи еще, Ринкси, то есть там первый, когда, блин, ну, нифига себе, круто, а потом еще постарше, когда он уже после Тулы приехал старосход тренироваться, там я уже его увидел полноценно, то есть дирилизал, где, вот, мы, наверное, были в этом Невском, дирилизал на пополовину, на половине мы занимались, на другой половине, как бы, Федор, и то есть я со стороны еще... Я был дзюдоист, и смотрел на другую половину, и где-то, наверное, в душе представлял, что я тоже буду все-таки. А вот, может быть, немножко некорректный вопрос, а вы выделялись тогда габаритами или техникой? Вы сказали, что вас довольно рано заприметили, но вот я детские секции, помню, там есть просто самый крупный парень, есть самый технический парень? Я не совсем был крупный. А, да, то есть я был средний, ну, чуть больше среднего, так вы знаете, все-таки здесь и техника, я сказать, ну, да, немножко получался, но дзюдо, определенных результатов добился, я дзюдо, ну, не колоссальных, и все-таки, наверное, приметили по-другому, все-таки, когда целеостремленность была, что-то я не плакал, не переживал, ну, знаете, там, трудности не боялся. А по детству, вот что, максимум, там область выигрывали, регион? Под дзюдо я, да, от стороны федерального округа выиграл, поехал на Россию на чемпионат России, и, ну, на Россию проиграл, но вот, и тот, там, немножко, конечно, перегорел я сильно, то есть там эмоционально меня больше. А так, кандидат на себя спорта я добился под дзюдо. А вот дерево, смотрите, вот эта вот фотка, известно, да? А вы тут где? Ему стоит в белом, в белом штанах, в синеньких вонах, да, и синеньких вонах. А вот тогда, да, Александр, не меняли, как к молодому относился, ребят, не гоняло? Не, не, не особо, ну, как-то, знаете, они к нам особо и внимания не уделяли, они были там, то есть занимались своим, как раз, выигрывали, вот это я еще занимался с дзюдо, мне было интересно смотреть, мы занимались на своей половине, они занимались на своей, то есть у нас какого-то кого-то, и общение. Да, конечно, это было интересно, ну, как, можете представить, тут, например, на кассетах мы показывали, что как раз, как сказать, времена, когда только пошли бои без правил, они назывались еще, понимаете, это было очень круто, интересно, и тут смотришь, таки, и тем более уже известно было, Харитонов был, довольно известно, и тот же Александр, и мы понимали, что это брат. Это было очень круто, и просто даже наблюдать, это было интересно. Вот кто-то, кстати, оказался круче, Сергей или Александр? Да и это было давно, я не помню, они были, знаете, они как-то, они дружили, на самом деле, они в то время, я помню, я видел их, то есть там родители занимались объемом бизнесом, мы в магазине были, они там ходили, гуляли, они хорошо общались, то есть я, понимаете, они просто приходили утром бороться, а вечером они ходили боксировать, они там боксировали, бороюсь, то есть они хорошо общались, у них были нормальные дружеские отношения. Вот у вас же с Александром была схватка в финале Чемпионата России по боевому самбо, и там, причем, вы боролись, то есть я обратил внимание, то есть я обратил внимание. Ну, да, там немножко, шуточно немножко, мы понимали, что там, то изначально мы понимали, что, как бы, мне и сказали, это Александр, это он первый, я без проблем, я не против, я понимал, что даже если я буду драться в тот момент, и не было желания, все-таки, я уважаю Александра по сей день, и, знаете, просто вышли, нам сказали, ну, поборитесь так, вот, знаете, там, шуточный момент, начался, он, я ему руку протягиваю, и сразу захватываю, захватываю, потом в другой момент, я ему, он, и, ну, он мне руку протягивает, я сразу захватываю, ну, так, подурачились, потом просто, и все. И вы ему это как старшему, вы ему, по-моему, это... Ну, там, не скажу, я уступил, там, против, ну, я, просто мы понимали, что тогда так выиграет, и я ему отдал обидно, ну, назовем это так. Слушайте, а вот, ну, уже давно нет возможности этого проверить, и там у Александра все выделяют его руки и боксерские навыки, а он в целом хорошо вообще в партере боролся, то есть были у него задатки, именно вот, если говорить про борьбу, делал ли он приемы, контролировал ли он... Да, у него в свое время, когда вот они тренировались, они хорошо боролись, то есть все драмы, то есть такие были тяжелые, натянутые схватки партера, то есть Александр чувствовал и умел бороться в партере. Просто это со временем, наверное, немножко ушло. Вот просто для примера, вы помните картинку, там, случай, чтобы он вам делал прием какой-то, и он проходил у него? Да, мне, конечно, был момент, то есть я помню, там, даже где-то немножко там травм, там, не специально, но немножко там локоть дернул, ну, это нормально явление, это тренировочек процессе. То есть он там, ну, я говорю, просто сейчас это уже тяжело представить, рычаги локтя, урешающего, урешающего, рычаг локтя он делал хорошо. То есть это его фишка такая? Да, вот то, что он делал, рычаг локтя он чувствовал, у него большие длины рычаги, и он, когда у него физически был сильный, и вот у меня рычаг локтя был, я помню, хороший прием. Вот вы не раз отмечали его физические данные, но, понятно, мы все видим, что он высокий, что руки такие, большие кулаки и прочее. Может быть, что-то есть еще, вот чем он выделялся? Ну нет, знаете, когда он тренировался, когда вот он был это, он и бегал, понимаете, что некоторые ребята отмечали, то есть там, там, Эрик Аганов, Михаил Малютин, они были родом из Кисловодска, и мы приезжали тренироваться. То есть они именно, как бы, эти горы, для нас, когда мы приезжали, с низины, да, центральный регион, там немножко тяжеловато. Они бегали к Роскам, каждый раз тренировались, для них это нормальное было явление. Вот они им сами рассказывают, мы бежим, смотрим, Саша сзади, мы темпы счетуем, Саша за нами. То есть у него, когда тренировался, он был очень хороший. Вот вспоминая одно из интервью Федора Емельяненко, он тогда про Александра сказал, что от Александра весь старый оскол гремел, по-моему. Ну что-то вот такое, вы это чувствовали, скажем, себе у вас, на границовой роста, в земле? Ну вот именно, что в то время, когда он гремел, я был еще ребенком, понимаете, то есть он очень рано начал греметь, то есть для старого оскола это, там, наверное, 17-18 лет, то есть мне тогда был один из, я еще, то есть совсем, понимаете. Легенды такие прям не ходили условно. Ну, я был ребенком, я не слышал, кто-то такие, знаете, у меня были другие интересные, у меня были мультики, там, или мяч погонять на футболе. Не было еще таких, каких-то пониманий, там, о чем-то, там, криминарили, там, или что-то еще. Вы зато одного года рождения с Иваном Емельяненко. Вот расскажите, а что вот он был за спортсменом? Вы, наверное, его хорошо знаете. Да, мы вместе учились в классе, мы одно время хорошо общались, на самом деле был талантливый парень, действительно талантливый. У них, наверное, это семейное такое, знаете, это данный у обоих трех братьев, это было колоссальное, то есть, ну, где-то, наверное, он, я не знаю, я не знаю, но немножко уж лень, может еще чего-то, ну, не захотел он как-то связать свою жизнь со спортом, а так, если бы он связал, и именно профессионально, думаю, он был бы хороший спортсмен. Он в стойке был хороший? Да, он был, то есть, если я где-то занимался дзюдо, то он пошел в бокс, и он сами габарит должен был высокий, он тоже был такой плечистый, и вот он по боксу довольно неплохо так работал руками. То есть, они с Александром, куда вы уже схожи, чем, чем с Федором, а он сейчас как-то поддерживает? Я не знаю, честно, не буду ничего говорить, я не знаю, я знаю, живет в Стармосковье, а что, чем, как бы, так, бывает, видимся, привет, привет, и все, вот так. А по ощущениям в какой момент он ближе всего был к профессиональному бою? Вот я помню, там, какой-нибудь 7-8 год, и все всегда говорили про третьего брата и медианинка. Да, тут был период, когда Александр хорошо тренировался в Санкт-Петербурге, то есть, у него тогда свой клуб создался, АЕ, как-то там назвался, свой бренд создал, то есть, такой был период жизни у Александра. И Иван, да, очень тоже он тренировался, то есть, он жил в этом же спортзале, тренировался, хорошо готовился, он там в Санкт-Петербурге какие-то турниры, по-моему, сам был выиграл, то есть, у него, был период, когда он действительно мог погреметь, ну, что-то пошло не так, чего я не могу сказать, почему. Какой лет вы максимально интенсивно с Иваном могли тренироваться вместе, там, вам 16-17? Ну, где-то 16-15-16-17 лет мы тренировались, мы даже если вместе с Кисловодск, шили в одном номере, то есть, бывало такое. И вот, просто, чтобы понимать, эти тренировки были у вас уже как бойца ММА или как борцов, скорее, то есть, вот, что... Да все, там, знаете, там не было такого раньше, там, было, нам сразу, я приехал, первое, с Кисловодск, мне сказали, там, надо перчатки, я купил перчатки, и, как бы, знаете, не было такого, что, там, надели перчатки, начали стараться, там, делали то же самое, что и взрослые, такого, как бы, знаете, обучения, конкретно, классики, там, бокса, такого не было. Ну, я имею в виду, как раз, и вы, и Иван, и, там, спарринговали, и, по Киму, вот, да. Ну, это понятное дело, что я с Федором, с Александром, с Сергеем Харитоновым, там, еще Роман Зинцов был, мы не стояли, потому что, ну, куда, там, только первый раз перчатки друг с другом, мы работали, и, так же, говорят, у нас еще и Дмитрий Самовов присоединился, там, Андрей Елизев, Семыкин, то есть, с ними, то есть, они тоже, как бы, были новички, но ничего постарше, но тоже с ними работали. А вот вы сказали, что вас на первый сбор Федор взял, когда вам было 16 лет, это, получается, 2004-2005 год. Я просто, опять же, говорю, поскольку мы одногодки проецируем на себя, то есть, вы десятиклассник, спаррингуете, едете на сбор с Федором, который дерется с Нагейрой, условно, вот, такого уровня. Да, да, да. А как вы себя сами там чувствовали, вообще? Ну, знаете, как, нормально, но я понимал, что я самый младший, самый этот, как бы, самый молодой, и спрос у меня был большой, то есть, там, Кирилл надо веники нарвать. для бани, пришел нарвал веники для бани, то есть, ну, это нормальное явление, и по сей день, то есть, есть молодые, которые, то есть, в спорте это нормально. А если, вот, кроме веников, какие-то еще сложные задачи именно в спорте, то есть, мог Федор с вами постоять, хотя бы там только по борьбе? Не, ну, приходи, встань. Ну, так, не, все равно боролись, с юношеским, понятно, что я не мог дать ему того, какого-то, там, отпора, который, там, чем постарше, там, как раз становился, но я был ребенком, все-таки. И просто это было, как, Федор немножко шутливый в форме, боролся, там, делал приемы, то есть, знаете, так, ну, больше со смехом, то он понимал, что... А сколько вы весили в 16 лет? Дедо 95, наверное. А, ну, вы уже крупный. Да, 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 да. Александр Волков, ну, это уже все знают и все обсуждали, приезжал к вам на сборы, и одна из самых популярных фраз про его сборы «Саше там было трудно». А вот напишите, как вы это запомнили, когда каратист Волков еще и с его специфическими габаритами приезжает на сборы к борцам в Старая Скола, вот как вы это запомнили? Нет, Саша был очень, знаете, он как-то свой пацан был, он хорошо влился, как бы, к нам туда, когда мы тренировались еще, там, подростками, и у него нормально получалось. Да, он был очень неудобный, потому что своими габаритами своей широкой стойкой своего, вот это с ним было очень неудобно было боксировать, конечно. Ну, он справлялся, ему было тяжело, но он выдерживал все, хорошо было. Просто я вот от почти всех слышал, что первые тренировки по борьбе для ударника, они морально-убийственные, потому что с тобой делают вообще все, что хотят. Вот вы заметили по нему такое что? Нет, ну, может, где-то он как-то стал скрывать, но он, говорю, он молодец, он быстро, наверное, не то, что он научился там сильно когда-то бороться, но защищаться, то есть какие-то такие элементарные вещи, у него это получалось. А в спаррингах по ударке с ним неудобно было стоять? Ну, конечно, у него, во-первых, очень, я запомнил, очень тяжелые ноги, то есть вулкике он бил так, что от одного удара, я думаю, сейчас там многие это понимают, потому что у него такой вес, чуть, наверное, в ногах много у него, и они тяжелые, и каждый вулкик этот ощущался сильно. А не возникает вот такой конкуренции, опять же, вы с ним тоже ровесники, вот приезжает новый парень в команду, и получается, что все старшие будут смотреть, как младшие спаррингуют, не появляется остроты из-за этого в спарринге? Не, ну, конечно, где-то, знаете, какой-то спортивный интерес, наверное, все-таки у всех присутствует, и ты, конечно, ты ходишь на что-то, но это все, как-то, знаете, проходило, и все равно мы нормально общались, и не было таких каких-то негативных моментов. Из молодых у вас тогда получается, то есть вы были Александр, Виктор Немков, Иван тогда тоже был на сборе? Он уже не был, нет, Виктор Немков тогда уже в один потихонечку начал подключаться. У нас такой молодой состав был нормальный, было с кем поработать. А вы в интервью для GQ сашлютиков сказали, там прям заголовок, если бы не Федор, работал бы электриком, значит ли это, что вы числились, по крайней мере, вот в знаменитом училище? Да, я почему числился, я учился там. Да, Александр как раз говорил, что он, конечно, тоже учился, но говорит, если я приносил сварочный шов, то там учитель смотрел на это, говорила, все. А как ваши сварочные швы? У меня немножко, видите, я не сварочкой был, у меня гиппкиповец, это чуть и не электрик, это схоже с электриком, но чуть другое. Но у меня вроде получалось там микросхемы паять, вроде неплохо получалось. То есть какие-то пары даже ходили? Да, то есть, нет, приходилось немножко учиться. А мама братьев Емельяненко в вам случае не преподавала? Да, Ольга Федоровна была у меня очень, понимаете, это вот у них еще есть семейная такая, знаете, как это тяжелая, вот не тяжелая, аура такая, вот к ней приходишь, и ты понимаешь, что даже не будешь баловаться, даже не будешь разговаривать, она просто на тебя посмотрит и бац, и это многие, я думаю, отмечают, кто их с ним учился, все знают, что Ольга Федоровна это строгий преподаватель, но она заставляла, она требовательная была. То есть там каждое, как бы, правописание, то есть там уже есть свои там шрифты, то есть это было все строгие. А что она вела? Ну, типа черчения там такое. А получается, Вадим Немков, вот примерно в таком же статусе хочу, потому что он не говорил, что я с 16 лет, где на первый сбор попал в команду, то есть вы глядя на него себя, да, в чем-то узнавали, вот тоже, типа десятиклассник, которого... Ну, я тоже, да, и скажу, что я тогда уже был там, ну, как, может, для кого-то, то есть да, я уже подрался, я уже где-то там, наверное, и по-моему, сам был, ну, я просто это как-то не считался, что это какой-то, у меня было хорошее отношение с детства с Вадимом, то есть я, мы как раз потом по-моему, на месте, когда он что-то подрослел, с армией пришел, уже месяц начали попадать в сборную, то есть я чем мог, всегда Вадим помогал, Игорь, посидимся, близко очень общаемся, то есть помимо тренировочных процессов, Игорь, мы очень близкие друзья, И мы чуть-чуть пропустили, а вот вы занимаетесь дзюдо, там условно вам 15-16 лет, а как и когда вы первый раз руками вообще стали бить? Ну, вот как поехал на сбор, начать немножко руками, и где-то в 17 лет меня по спецдопуску на турнир по бывому самбо первый раз как бы отправляют. А что такое спецдопуск? Ну, это когда спецдопуск, это вот я 17-летний, но я не имел права, потому что на турнир был по 18 лет, и вот и делается спецами, спецдопуск, то что я имею право и полностью на себя там беру контроль, что я в 17 лет дерусь с мужиками, образ. Вы довольно рано начали в ММА, вам сейчас не кажется, что это ошибка, вот сейчас уже? А раньше, понимаете, других возможностей, ну, другого как бы не было, это сейчас, ММА настолько развился в нашей стране, что спокойно можно позже начинать, а раньше, я говорю, у нас мы не выбирали все соперников, нам дают соперники, и ты берешь с ним драться, потому что если ты откажешься, то не факт, что тебя найдут. Ну, условно говоря, вот если сейчас, посмотрите, там выступали бы еще в боевом самбо, там лет 25, и только потом бы начали в ММА, думали о том, что вот так, наверное, может быть, правильнее было бы сделать? Блин, знаете, я могу много думать и рассказывать, как правильно сделать, но я рад, что получилось вот так вот. Вот когда вот самый бой в Южной Корее, самый первый в карьере, вот вам говорят, Кирилл, едешь с нами, все, и будешь там драться, какие были эмоции, но не было такого, может, не работать, не рад был. Нет, я очень был рад, потому что уже два года я занимался именно уже с руками, или три, там, в районе трех лет, это 18 лет мне было, и, знаете, туда поехать в Корею, там очень был хороший состав наших спортсменов, то есть там дрался и Роман Зинцов, и там, Сергей Казновский, и там Малютин, Эрик Аганов, которых я так раньше, где-то там по телевизору, знаете, Амар Сулов, вам тоже, понимаете, и в такой большой компании. И Федор, он же с вами тоже тоже есть, ну, как гости, да, 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 да. И просто это было, знаете, очень круто поехать просто даже с ними побывать, то есть это мой первый перелет, то есть это, ну, нельзя было такого отказываться. Кореец тогда упал быстро. я еще помню будто у федора свой сайт там был форум фотки выкладывали и с вами тоже писали вот кирилл 18 лет наша надежда выиграл все будет там звездой так далее вы тогда не поймали такой легкий звездняк еще это интернет был небольшого количества людей на самом деле не как сказать правильно только и сильные фанаты знали касать федора владимировича и лень когда и только на форму это совсем только избранные заходили то есть просто смерть особо туда и знать не знает дорогу 2005-2006 год гонорары в мэй там 1000 плюс 1000 долларов условно спонсора особо не поддерживает а что вы жили в грамм 23 24 года примерно было ну я устроился как бы меня устроили там металл инвест ну как он камбл то есть спортом инструктором уже это было здорово плюс входил в сборную по боевому санго то есть там были какие-то набавки и в принципе в подъем вовремя в принципе докладного нормально может саша волков говорил что мои там первые годы по студенчества мы с женой снимаем однушку на щекинской вот что такое было как вот вы себя помните опять же там 23 24 в этом 22 я женился я также снимал квартиру с супругой четыре года мы снимали просто определенный период я выиграю там третий мир и феде горит киевну будем стараться выбивать квартиру то есть через губернатора я у здорово здорово что от меня требовался все сделал все там какие-то документации все это мне предлагают квартиру старом москве то есть там была такая знаете очень и очень не был бы рядом районе очень маленькая график много бы дают там игорь что соглашаться он не согласна соглашайся или ты иди к мэру я пошел к мэру мэр меня сказать немножко именно такая сказала не хочешь не бери я федит пиле алгорит хорошо я помогу тебе дорог через других людей и течение какие-то месяцев мне звонят так и так и учет есть там три квартиры на выбор можете посмотреть я приехал вот это мне нравится и все что-то неблагоприятный район старого оскола сочного у вас горит как он сказать ну просто далеко от города подальше от всех и как бы он далеко находился и там были дома для детдомовских ребят очень дома достраивали на чисто для ребята выходных выходе из дома и ему там выдавали квартиру а старом москве это вообще был хотя бы не официально какой-то главный гангстер города все там ну вот вам уже стало что 17 тысячи четвертый пятый год такое смутное немножко время была хотя бы одна фамилия про кого узнали что ну вот это там нет ну у нас знаете не скрываю на свое время как бы много их было на фамилии потому что все равно делились как правильно сказать на группировки то есть бывало так вот то есть там одна там другая там третий и гангстера я не могу назвать но группировки были а были они взрослые то есть я еще гарри ребенку было они тоже взрослые все мужики и дядьки еду у вас конечно самое наверное в ютубе популярный бой это конечно с алтысиком то есть 18-летний русский нокаутировал огромного нацистов здоровый он был здоровый да он был поляк и служивший как бы во французском легионе то есть это было как бы ни фига себе легионеры в свое время тону хороший на это конкретные наемники которые гремели на всю установить мир наверное и я их знаете когда они предложили этот бой то есть не фото ничего не было я сразу не знал кто что он и когда на завершение выходит мне конечно не фига себе такая машина думаю как ну нет тренер сама сечена немножко успокоил кирилл не переживай там это ничего не значит все хорошо будет как-то как-то немножко успокоился ну хорошо что все так закончилось вы говорите что то есть вы не помните свой первый спарринг с федором а помните первый пропущенный мощный удар от него даже тренировку были первые по печени пора несколько раз садился за тренировку да то есть это сейчас смотрит по печени сила ты по два раза садился в печи пробил бы все минуты отдохнул дальше стал дальше еще рассел то есть это нормально то есть удушающие по два раза засыпал на тренировку то есть найдет и сейчас смотрит он и уснул нормально в линии просыпаюсь надолго смеются всем смешно все весело это было как бы нормально и я считаю по сей день это ничего здесь такого крейдинальности если естественно нету что если там уснул на тренировке а у меня всегда было интересно я начал смотреть его мои как раз голос 8 с 9 и прям хорошо помню что вот как раз 9 10 год вас прям все считали основным спарринг-партнером федора главным спарринг-партнером федора и может быть многие грубо говоря и начали узнавать только как спарринг-партнера федора а вот раз задевала хотя бы так-то мне это в чем люди бы что вот не я кирилл сидельников самодостаточный боец а я спарринг-партнер федора нет а наоборот это было даже прикольно все таки ну извините федор велико имя не только в россии но и во всем мире и почему-то было приятно потом да потом также на меня когда федоров были какие-то там поражения пошли также и на меня это сказалось что вот он все время только с ним с ним ну а вот как раз про это важно было спросить у вас считается не идеальной говорить для этого вы могли треугольник делать федору это не ваш прием это его и до сих пор это не мои приемы это не с моими ногами ну то что для многих фанатов является болью а был вообще тогда человек перед боем свердума имею ввиду кто мог машина решим он это вместе готовились то есть максим пишем у нас своими габаритами он мог полностью захлестной треугольник и под это работают просто это такая распространенная точка зрения и я просто еще помню даже был комментарий алексей олейника сразу после боя с свердумом он поможет это даже немного пошумела что вот мол федор готовился к бою не с теми людьми и и и и прочее мне же знаете всегда когда ты выигрываешь у тебя все люди те только проигрываешься становится то ли другой начинаю все искать причину но это дело случая это знать это как удары нокаут то есть никто от этого не застрахал также треугольник ты вроде если поставить бой федор все-таки пробивал удар этот ну захлестнул это треугольник верну красиво хорошо но это дело по мне это дело случая понимаете если федор не пробивал бы вот эти как он всегда любит со стойки в партер бить жесткие у него дары если мы это не делал бы не попалась понимаете тут это дело момента дело случая у вас тогда было вот чувство вот именно вот то есть получается июнь 2010 года август 2011 что с федором что то мы что-то не совсем так короче говоря что есть какие-то моменты как ну я не знаю которые не да не дают ему тренироваться так как мы раньше допустим тренировался или все было даже не помню должны вроде было все 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 было бы всегда все нормально он пахал тренировался бегал я не вижу не видел какие-то таких проблем по поводу не теряйся в настоящий рамп квартиру указав мствigious ну тыkey 0 ты он берешься и 0 он берешься 0 это絕у 0 0 0 0 0 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я еще помню, знаете, после боя, типа, кому нужны костюмы, ну все, давайте, там, привезли большой костюм, и вот мне до сих пор висит костюм с треймпелем от Дональда Трампа. От Дональда Трампа, то есть у меня этикетка, да, то есть я, до сих пор у меня висит в шкафу именно костюм, то есть это именно логотип, вот, Дональда Трампа. А надевали? Да, 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 до сих пор бывает, вот, наношу. То есть, а какие мероприятия расскажи? Ну, просто, где им требуется пиджак, штаны, то есть я одеваю, и нет, говорю, у меня висит треймпель, и еще, то есть там было, знаете, привезли коробку, там было большое количество костюмов, то есть выбирайте, там взрослые забрали, остались, я говорю, ну что, ну заберу я тоже, там два костюма и забрал. И вот, говорю, а до сих пор, говорю, у меня висит этот костюм с этикеткой, да, и треймпель еще. А бой Федора с Орловским вы уже из зала смотрели? Да, я сидел уже внизу, возле относительно ринга. По картинке все кажется, что Федора так почти, ну, не в одну калитку, но как будто в Орловский прям там доминирует и владеет преимуществом. А вот как он вам из зала оказался? Наверное, так же немножко был в волнительный период, потому что прям, ну, и до этого я читал и Федор это сам, это говорит, что немножко он понимал, что одет Орловский, хорошо был подготовлен, он давил, он чувствовал, он чувствовал доминирование. Ну, еще раз говорю, бой решает, видите, как один удар и все. А если честно признаться, там многое даже от ракурса зависит, а вы сразу поняли, что произошло? Да, я сидел как раз за спиной Федора, когда он пробивал, то есть в этом углу, чуть подальше от угла, где-то метра два. Я сидел от ринга и я увидел это, то есть там с нами был там товарищ Федор, там Вячеслав, он был в джинсах, и я помню просто, знаете, там такой момент был смешной, там два метра до ринга, и он прям одним прыжком прыгает, и все вот так вот в джинсы рвет полностью, от щиколотки, почти до щиколотки, то есть мы что-то смеялись, знаете, а вам прям одним, то есть когда Федор попадает, то есть там у всех, не то что весь зал, там все мы, нифига себе, и я смотрю, Вячеслав уже прыгает, ну прикольно было такой момент. А Олег Докторов, он с вами тогда как, он вместе с вами был постоянно или тогда вот просто вышел? Нет, он вышел, потом, после боя, потом вместе куда-то поехали, то ли куда-то в ресторан, бразильский, мясо покушать, то есть он там тоже присутствовал. А вот сидя на этом стуле, очень удобно рассуждать про то, что у Федора фирменный правый, и уже все про него знают, и казалось бы, можно быть к нему готовым и уходить от него, потому что сидя на стуле, об этом классно говорить. А я с ним в спарринге стоишь, ты все равно, да, натыкаешься. Да, он, понимаете, Федор до сих пор остался, это чуть-чуть взрыва, и он, блин, я не такой вот правый, реально его не видно, вот он стоит, стоит, бам, и моментально взрывается. Ну, это что мы видели, с боем с тем сильнее, это вот наглядно, то есть он моментальный взрыв и ощутимый сильный. А Александр Мечков мне рассказывал, что и мне, и моему коллеге, что регулярно находились тренеры по боксу, которые самому Мечкову про Федора говорили, ну типа, что ты ему не поставил классическую технику, он же не как боксер. А при вас случались такие разговоры, чтобы кто-то критиковал Федора за его неправильный бокс? Да нет, понимаете, я удивлюсь, что Федор сам все прекрасно это понимал, и да, он брал что-то от бокса, но больше не было как-то своя, наверное, все-таки специфическая техника. Александр Емельянко мне говорил, что Мечков ставил любительскую технику и не умел ставить правильную боксерскую технику, с этим очень сложно согласиться. У Мечкова хорошая ударная школа, и он действительно многое давал бойцам. Ну, да, для начала, для этого очень хорошее. То есть где-то дальше надо немножко чуть-чуть развиваться, но на этапе начального у него очень хорошие руки. Ну, можешь поставить. Хороший тренер. Один из последних у меня вопросов. А вот, там, спарринг-партнер Федора, там, чемпион мира по боевому самбо, Кирилл Сидельников, ну, понятно. А вот просто как бойцы ума, почему вам никогда не хотелось там попробовать, например, в Америке потренироваться 2-3 месяца? Потому что вы тяжеловес, вам 34 года, это как бы такой очень хороший возраст. Многие в топах и старше вас, то есть у вас еще есть запас. Почему вы не думали никогда там про сборы в American Top Team или у Ikea? Да как-то я не знаю. Ну, знаете, все-таки это нужно какие-то, наверное, все-таки спонсоров. Наверное, это дорого. Нет такого личного у меня, не было возможности взять и купить билеты, непонятно куда-то поехать. То есть там это... Ибо предложения таких, может быть, и были, но я не слышал. Понимаете, все-таки Игорь, это вот... Ну, я не был таких предложений. И даже если были, я бы подумал, все-таки было определено. У нас была хорошая, сильная команда, и до сих пор она есть. Да, есть некие недочеты, то есть там в плане того, что там, вот, да, немножко вот я сейчас уже это говорил, вот с Вадимом, да, последний бой. И мы, я уже после боя, Вадим сказал, Вадим, понимаешь, то есть мы друг друга настолько уже привыкли, знаем, что вот сейчас второй бой с Клари Андресом, то есть мы тебе не помощники. То есть тебе надо что-то другое, то есть мы не можем дать ей такую борьбу, как дает тебе Клари, тебе надо что-то менять, и я думаю, Вадим, это сам, кажется, понимает. Уваживый новичок в команде появился, то есть это Олег Попов, да. И он хорошо борется на север. Неплохо борется, но все равно немножко Клари Андресом, мы это поняли все-таки по бою с Вадимом, что Клари Андресом действительно очень непростой, то есть мы, наверное, тоже не доценили, но я недооценил его, честно. Лично мое мнение, я думал, Вадим его пройдет, что это самый будет легкий соперник, но он тут сыграл немножко Вадим, Вадим и подготовка, что немножко перепахал, то есть, знаете, я уже так говорил, что не всегда много, это хорошо. И вот были периоды, что Вадим, наверное, надо немножко сдал, а он тренировался, тренировался, видимо, сильно это хотел, думал, что ну и вот это сыграло, то есть последнее уже, когда перед выездом в Америку, мы понимали, что с Вадимом что-то чуть-чуть, чуть-чуть он не такой, как всегда, и это сказало все-таки перетренированность. И вот, знаете, говорю, вот на самом деле, что бой сложился вот так вот хорошо, то есть, я думаю, сейчас Вадим переосмыслит, и я думал, сделать другую подготовку. Да, где-то мы будем помогать, но я и разговариваю, тебе нужно немножко поменять. А как думаете, то есть, другая подготовка, это куда-то поехать? Возможно, да, это, понимаете, это как уже Вадим сам захочет. Либо поехать тоже, знаете, ему нравится высокогорье, именно Вадиму тренироваться, пускай едет там высокогорье, там, перед Эльбруссией, тот же кисловодство, хорошие условия. Но спарринги партнеры берутся у новых людей, то есть, там, Магомеда Анкалаева, того же, который тоже умеет бороться, или еще там кого-то. То есть, призывают Анатолия Малыхина, который в борьбе очень хороший. То есть, и на этом, наверное, будут ставить условия, чтобы именно в борьбе проходят ноги, какие-то движения, которые мы не знаем, не можем, были другие соперники. Вот, Кирилл, возвращаясь к вашей боксерской технике, у вас стойка, ну и вообще в целом, техника работы в стойке у вас похожа на Федоровского. Это специально? Да нет, но все-таки всю жизнь тренировался с ним, я видел со стороны, и, может, где-то и схожие. Ну, я, я, знаете, сказать, осознанно, что я специально так его как-то копировал. Нет, просто все беру. С кого мы берем пример, всегда, как бы, с лучшим, мы тренируемся. И я брал пример с него, и в какой-то, понимаете, в визуализации у меня в памяти это отложилось. Воробьям дули показывать. Ну, вот что значит? Ну, да. Это значит, что Федор бил сильно, что можно уходить по городу после спаррингов, и воробьям дули показывать. То есть это так шуточная наша была. Или там кукушечку отбил, то есть такие шуточные фразы были наши. Возвращаясь к спаррингам, вот вы говорили Александру Лютикову, не все могли вытерпеть Федора. А вот кто не мог? Ну, вот, может быть, даже не называя имен, вот расскажите какую-нибудь такую показательную историю, когда вот боец не вытерпел, все, взял, там, условно вещь и уехал. Нет, ну, не то, что он не мог. Просто, как пора сказать, все-таки Федор немножко в тренировочном плане, как тренер, он где-то жестковат и требователен. И просто не все это могут воспринять, то есть когда там... Так, что прям, знаете, совсем с помощью кто-то взял, там, развернулся, ушел. Я такого не помню, но все-таки он требователь и до сих пор. Вы также сказали, что Федор может бойцу придумать прозвище. Вот расскажите какие-нибудь, не знаю, самые смешные... Нет, ну, это такие, знаете, элементарный шуточный смех, там, знаете, там... Ну, Талямба, там, Кирюшечка, знаете, он такой... Ну, как, знаете, бывает, как бы, ну, это по-доброму, то есть такого грубого и что-то там нетерпеливо, такого не бывает. Все-таки все в рамках нормального. Ничего обидно, просто, да. Ну, будем так, это нормальное явление шуточной формы друзей, можно сказать так. У кого какие прозвища в команде? Ну, то, что вас Кеши называют? Это раньше, ну, это да. А, это раньше? Да, да. Сейчас уже нет такого. Да, знаете, когда смотришь, там, Кешты, блин, это, знаете, настолько это было давно, что ты понимаешь, что ты человек из очень далекого, может, это прошлого. Да, 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 да. В наше время уже мне практически не называют так. Слушай, ну, вот Вадим Немков, чемпион Беллотер, такая фактура, 115 килограмм, в спецназе игру служил, вот как Федор его может назвать? Да никак, Вадя. Вадя, то есть, там, да нет таких прозвищ, знаете, так вот, Валя, Волкодав у нас. Ну, это так, что же шуточным, вы сами видели, это интервью, когда, вот, знаете, это мы до сих пор смеемся, когда у Вадима, там, где-то на матче второй, кто-то же брал интервью, Марина, по-моему, да, а вы слышали, что вот у Валентина, проще Волкодав, Вадим все такие, Волкодав? То есть, знаешь, это тоже было фурорно, как бы, вы сразу не слышали, что Вадима летит на Сволкодав. А чей-како скрепче, это Вадим Микалыч или это Федор говорил? Нет, это Федор говорил, то есть, он говорит, ну, это пробой, то есть, Кирилл, ты аккуратнее, то есть, не надо проверять чей-како скрепче, то есть, он говорил, то есть, не надо где-то рубиться, стараться там проверить, как он поет, да, это Федор говорил выражение. А можно последнее удачение? Вы в одно интервью сказали, что вы сейчас увлеклись оффроуд ездой, да? Ну, бывает, да, разумеется. Ну, сейчас, видишь, сейчас немножко поменьше, потому что, все-таки, сын родился, времени не хватает, а так, у меня до сих пор стоит машина, которая заведешь и поедешь, там, куда-нибудь в грязь можно. Просто Александр Шлеменко есть легендарная Волга, а у вас Нива, да? Да, у Нивы я уже, я от нее избавился, веществу Уазика. А какой, ну, какой-то обычный, такой, хантовский Уазик, ну, то, что 35-е колеса, там, симаки, блокировки, пневмоглокировка спереди, сзади, 100%, ну, такое, то есть, кто это понимает, тот понимает. А просто в Уазской области, вот, самый такой маршрут интересный, куда у вас получалось забираться. Ну, блин, знаете, это, бывало, мы с ребятами выезжали, это, там, в ТОРФ, я, конечно, немножко, машина у нас для Уазика, кстати, тяжелая для ТОРФа, он там сильно садится, и на лебедке приходилось, вот, знаете, еще немножко моментов был, у меня лебедка села, генератор не заряжает аккумулятор, и пришлось у него доставать гелевый аккумулятор, чтобы на лебедке выехать, то есть, такие были небольшие проблемы. А просто географически, это север-юг, вот, области? Нет, это у нас Трамасково, недалеко от города. А, ну, все, понятно. Просто в лес выехали, мы знаем, что там торфянники, как раз там после паводков, после зимы, там, хорошо может тонуть. Сейчас, получается, бой будет у Урал-ФСи, а что с Беллатором, так сказать? С Беллатором все хорошо, контракт есть, и сейчас, если все хорошо пройдет, без трамп, то будет анонс следующих боев не только у меня, а также вот у моей команды, уже анонсированные на 24-е числа, там у Виктора Немкова и у Владимира Токова, также анонсирован будет там на 13 августа, у Валентины Молдавского, и постепенно будет так же, то есть, в Беллаторе все отлично, дают бои, помогают, то есть, ну... А эти европейские, что ли, там, получаются будут турниры? Да, в сентябре, там, в октябре будут где-то в Европе проводить, и где-то, возможно, там, где-то кто-то из команды еще подерется, потому что сейчас у многих наших ребят так же кончаются визы, а сейчас, сами понимаете, немножко там с политическими моментами с визой немножко будут проблематичнее получить, и раньше было не совсем легко, сейчас, наверное, все-таки еще проблематичнее, но будем надеяться, что все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok